Инна الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفيره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضلله ومن يدلل فلا هادئله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Продолжаем наши уроки из серии заучивания Курана методом салифов В чем заключается или чем отличается заучивание Курана от заучивания Курана методом салифов Есть какая-то разница? Почему мы такое примечание сделали? Заучивание Курана методом салифов То есть методом, которого придерживались заучивания Курана праведные предшественники Почему? Нужно вообще это примечание или нет? Нужно в силу того, что в наше время есть люди, которые заучивают Куран Но делают ли они это по методике праведных предшественников? Нет А в чем же она заключается? В понимании В том, что ты заучивая Куран заостряешь свое внимание на понимание этого Курана Это очень важно Так же еще Воплощение в жизнь Мы заучивая Куран Отмечаем для себя или записываем те моменты То есть как нам воплотить в жизнь то, что было заучено нами И то, что мы поняли Правильный тафсир, которого мы поняли Понимание тоже важно Ведь именно неправильное понимание Курана Именно ошибочное понимание Сунны Пророка Приводит людей к заблуждению Приводит людей к заблуждению А заблуждение, как сказал Пророк Находит свой конец в огне В чем заключался этот метод? Вкратце Мы сказали Мы первым шагом Вкратце Тафсир мы делаем блоками Следующий наш третий блок Мы взяли сурок Курайш Маун И Аль-Каусар Так? Сначала прочитали краткий тафсир На все три суры Вторым шагом Выделили какие-то слова Допустим Юраун Что значит Юраун? Занимаются показухой Хорошо Когда мы сказали Допустим Не побуждает Какое примечание мы сделали? Как мы растолковали слово Не побуждает Кормить сироту Сироту в данном случае Бедняки тоже сюда относятся Что значит не побуждает? Вспомните Вспомните Что значит не побуждает? Не побуждает себя И не побуждает Других Не побуждает себя И не побуждает других Кормить Такое примечание мы сделали И третье Мы сказали уже подробно каждую суру, разбираем каждый яд, смотрим, что сказали муфасиры, так ведь? И таким образом мы дошли до суры Аль-Маун. А если вкратце, что такое Аль-Маун? Именно вот это слово, арабское слово Аль-Маун, что оно означает? Как? Какая-то незначительная вещь, которая могла бы принести пользу. Или отсутствие которой не принесет вреда. Или даже временное отсутствие которой у тебя не принесет вреда. То есть, если ты кому-то ее одолжишь. Вот это называют Маун. Мы более подробно скажем его Аль-Маун. Относительно этой суры, суры Аль-Маун. Одно из коротких также сур священного Кур'ана, но который, как вы сегодня увидите, иншаллах, содержит в себе также глубокие смыслы. Говорит, сказал Аль-Маун. Слова Всевышнего Аллаха. А раит аль-Лази юказзебу бид-дин. Видел ли ты того, который отрицает воздаяние? Или который не верит в воздаяние? Говорит Ибн Аджузи. Смысл? Унзур аль-Лази каззеба бид-дин. Посмотри на того, кто отрицает воздаяние. То есть, судный день. Так как судный день по-другому называют. Яумуддин. День воздаяния. Яумульхисаб. День расчета. Яумульбаф. День воскрешения. Все это синонимы. Яумуль-Кияма. День стояния. Аль-Гашия. Аль-Хакка. Все это название чего? Судного дня. С чем это связано? Арабы, когда какая-то вещь имела особую значимость. Было нечто великое. Они давали много названий этому. Много имен. С этим и связано многочисленные названия. Судного дня. Так как это действительно великий, ужасный, страшный день. И в этой суре как будто бы Аллах Субханаху Аталия говорит. Посмотри на того, кто отрицает этот день. Посмотри на того, кто не верит в воздаяние. Что будет воздаяние за деяние. Ты непременно увидишь в нем вот эти скверные качества. Скверные нравственные признаки, если так можно сказать. Ты увидишь, что в нем присутствуют вот эти скверные дела. Дурные дела. Дело в том, что религия, именно религия, побуждает человека и ведет человека к совершению благих дел и к оставлению плохих дел. А если человек не придерживается религии, или что, не верит в воздаяние, то конечно его деяние будет, из него будет исходить то, что содержится внутри. Как у арабов есть такая поговорка, они говорят, из кастрюли выливается то, что внутри этой кастрюли. Поэтому многие говорят, нет, у меня главное душа, у меня чистое, сердце у меня чистое. Мы говорим, если бы у тебя было сердце чистое, у тебя бы и деяние, это бы непременно проявилось в твоих деяниях. То есть, как мы до этого также говорили относительно этой суры, что цель этой суры, это высказать порицание, относительно высказать порицание неверующим людям и их деяниям, и их состоянию, и их положению, говорит Ибн Джузи. Относительно этой же суры, говорит имам Ас-Саади, как его звали? Ибн Джузи. Ибн Джузи. Ибн Джузи. Наср, может? Ибн Джузи. Наср, Саади. Домашнее задание. А у вас параллельно нет уроков? Есть. А, есть, да? Суханн. Хорошо. Он говорит, эта сура содержит в себе, в этой суре, Эта сура склоняет нас к проявлению щедрости по отношению к сиротам и беднякам. И побуждает к этому. Также эта сура побуждает нас уделить внимание намазу. И хранить наши намазы. То есть, бережно относиться к молитвам. Также эта сура побуждает быть искренними в намазе и быть искренними во всех остальных деяниях. Смотрите. Имам Ас-Саади говорит, эта сура побуждает нас к щедрости по отношению к сиротам и беднякам. Какой аят? Какой аят? И не побуждает кормить бедняков. Да. Аллах Суханна Хваталя с порицанием говорит, и не побуждает кормить бедняков. Описывая кого? Неверующих. Значит, верующие из их описаний, то, что они кормят сирот, кормят бедняков, стараются. Хорошо. Далее, имам Абдурахман Ас-Саади говорит, и побуждает к этому. Также побуждает уделить внимание молитве. Какой аят? То есть, хранить свои намазы, не быть небрежными. Также побуждает к искренности в намазе и во всех остальных деяниях. Какой аят? Аллах с порицанием говорит, и не побуждает. Те, у которых отсутствует искренность. Другими словами. То есть, те, которые занимаются показухой. То есть, те, у кого отсутствует искренность. Если этим описаны неверующие, значит, верующий должен описать себя искренностью обязательно. То есть, быть искренним перед Аллахом. Субханна Хваталя. Таид. Вальхасу аля фи'лиль маруф. Также эта сура побуждает нас совершать благое. Вабазлиль амвалиль хафифа. И расходовать какие-то даже незначительные вещи, маленькие вещи. Ка'ариятиль ина и ваддалю валькитаб. Подобно тому, что если ты одолжил кому-то посуду, или ведро, или книгу. И тому подобное. Ли анна Аллаха замма ман лам яфхал залик. Потому что Всевышний Аллах с порицанием высказался от тех, кто не совершает этого. Как эта сура, в каком месте эта сура побуждает нас расходовать какие-то мелкие вещи. Как одолжить кому-то посуду, или ведро, или книгу. Как? Как? Аллах порицает тех, кто удерживает. Что? Маун. Вот это и есть Маун. Посуда. То, что для тебя несложно. То, что дать тебе несложно. Таи. Далее. Зачитаем некоторые цитаты Ибн Таймия, в которых он упоминает эту сур. В своих книгах, которые он косвенно или прямо высказывается и говорит об этой суре. Каля Ибн Таймия, рахимаху Аллах, сказал имам Ибн Таймия. Каля Та'але. Аллах Субханаху Ата'але сказал. Фа вайлю лил мусалин, аллазинахум ан салатихим сахун. Горе молящимся, которые к молитвам своим небрежны. Здесь сразу давайте такой момент отметим. Это больше связано с чтением. Вопрос. Дозволено ли останавливаться в этом месте? Некоторые люди говорят, нельзя останавливаться. Обязательно эти два аята говорят, нужно соединить. Фа вайлю лил мусалин, аллазинахум ан салатихим сахун. Вот так прочитать. Мы говорим, нет, остановиться дозволено. Паузу сделать дозволено, потому что это два разных аята. Фа вайлю лил мусалин, аллазинахум ан салатихим сахун. Таким образом, можно. Но остановиться полностью можно или нет? В намазе совершили, прочитали фатиху. Начали читать этот аят и сказали. Фа вайлю лил мусалин, Аллаху Акбар. Можно так сделать? Нет, так нельзя. Обязательно нужно следующее. Остановиться можно, но не полностью. Нужно обязательно дочитать. Иначе что? Смысл абсолютно в корне поменяется. Таи. Аллах говорит. Фа вайлю лил мусалин, горе молящимся, аллазинахум ан салатихим сахун. Говорит Ибн Таймия. Каля таифатун минас салф. Сказала группа из числа праведных предшественников. Хум улазина юахирунаха ан вактиха. То, что те, кто пренебрежительно относятся к намазу, это те, которые откладывают его своего времени. То есть, не вовремя читают. Если время зухар намаза наступает в 12, завершается в 2. Если человек совершает зухар в 2.05, в 2.10, в 2.15, допустим. Про этого человека Аллах говорит. Фа вайлю лил мусалин, аллазинахум ан салатихим сахун. Потому что он отложил. Время намаза ушло, а он совершает предыдущий намаз, когда наступило время следующего намаза. Ва каля баадухум. Некоторые же сказали из числа праведных предшественников. Хум улазина ля юаддунаха аля лвачхи ма мури бихи. Что речь идет о тех, которые не совершают его должным образом. То есть, не совершают в том виде, в котором приказано его совершать. Ва ин саллаха фил вакт. Даже если он совершает его вовремя. Бывает, человек совершает вовремя, но делает упущение. Делает упущение. Фа тахируха ани лвакт харам биттифақ аль улема. И откладывать намаз от его времени запрещено. Харам по единогласному мнению всех ученых. Нельзя зухар читать во время асра. Нельзя аср совершать во время магриба. Нельзя магриб совершать во время айша. Это запрещено. А что же сказать о тех, которые с утра совершают фаджр? Затем целый день не совершают ни одной молитвы под предлогом, что я вечером, когда с работы вернусь, когда с учебу завершу, когда откуда-то это что? Все объединю. Когда ты им говоришь, ни в коем случае так делать нельзя. Аллах, Субханаху Аталия, сказал, иннас-салата, каанат, аляль-му'минина, китаба, маукуута. Аллах, Субханаху Аталия, предписал намаз для верующих в определенное, в конкретное время, в предписанное для этого намаза время. Они говорят, тот, кто способен принять его в раздробленном виде на протяжении дня, способен принять его и вот так, в купе, в совокупе. Мы говорим, да, Аллах, Субханаху Аталия, способен на каждую вещь. Однако ты будешь наказан. Речь не идет о способности и могуществе Аллаха, Субханаху Аталия, может, принять, не может. Он тот, кто велел тебе совершать его в нужное время. А ты будешь наказан, потому что это харам, потому что это запрещено, так нельзя делать. И прощается в этом вопросе только тот, кто забыл и тот, кто проспал. Если человек действительно проспал, лег спать, думал проснется и так далее. И не проснулся. Или же забыл, забегался, действительно вылетело у него из головы. Или он часто бывает привык, ты, допустим, в джамаате намаз совершаешь и по какой-то причине не успел на джамаат. И пришел домой, и ты уже думаешь, все, раз джамаат совершил, ты как-то привык, что значит, я тоже совершил. И потом думаешь, так, я же в джамаате пропустил, а дома же я не читал. Вспоминаешь, часто так бывает. Поэтому, если человек забыл, то это допустимо. Не то, что это допустимо, а он не берет за это греха. Он не берет за это греха. Как об этом сказал пророк. Сказал, тот, кто проспал намаз или забыл о нем, о молитве, пусть совершит ее, как только вспомнит. Как только вспомнит, пусть сразу совершит. Это и есть ее время. То есть, если человек помнил о намазе, ну, увлекся чем-то, заигрался там, зная, что намаз, помня, что намаз надо совершать, зачитался там, что угодно можно сказать. Зная, что время намаза выходит и помнит он про это. И время намаза вышло, то этот человек пропустил намаз. Этот человек пропустил намаз. И он, если даже будет его восстанавливать, то будет восстанавливать его не вовремя. А если человек действительно забыл, или же проспал, допустим, Аср, и наступило время Магриба, и он проснулся между Магрибом и Иша, допустим. То есть, что ему делать? Совершить. Он как только проснулся, как только вспомнил, сразу совершает. И это и есть его время. Мы про него не говорим, что он не вовремя совершил, он вовремя совершил. Почему? Шариат дает ему такое, что оправдывает такого человека. Шариат дает ему такую фурсу возможности. Пророк, саламу, сказал, Это и есть его время, время этой молитвы, сказал. И нету никакого искупления. То есть, он не должен делать никакого искупления, кроме как совершить эту молитву, тогда, когда он вспомнил о ней. Таир. Далее Ибн Тайми продолжает и говорит. Ибн Тайми продолжает. Тот же, кто преднамеренно упускает намаз, тот совершает великий грех. Большой грех из величайших грехов. И большинство ученых, обрати внимание, брат, большинство ученых сказали, что он должен его восполнить. Опишите мне ситуацию, о какой ситуации речь. Пример. Время Зухара в 12.00 наступает. Время Асра наступает в 14.00 или пусть будет в 15.00. Так вот, если человек помнил про Зухара, не спал и по какой-то причине поленился, еще что-то не совершил, и время 15.05. Наступило время Асра. Что ему теперь делать с Зухаром, который он пропустил в 4-ракат, что с ним, как с ним быть? Ведь большинство ученых, говорит, надо восстановить, надо вот сейчас прочитать его. Большинство ученых. А другие же ученые, некоторые ученые, сказали, что не будет она правильным, не будет такая молитва правильным. Почему? Потому что время у нее ушло. Другие ученые сказали, нет, такая молитва не восстанавливается, все, ты упустил, время ушло. Что делать? Тауба, покаяться перед Аллахом, попросить прощения, покаяться перед Аллахом, субханаху атааля. Однако молитву восстанавливать не надо. Если будешь восстанавливать, два греха возьмешь. Как два греха возьмешь? За намаз? За противоречие сунне. Помните, да, Аср от Саид Абнумасаиба? Он говорит, неужели Аллах накажет меня за намаз? Нет, Аллах накажет тебя за оставление сунны. Если ты пропустил намаз, а затем не вовремя его еще восстанавливаешь, ты делаешь беда. Нету на это указания, ни от кого это не передается. Несмотря на то, что большинство ученых сказали, что так делается. Однако, на что оно опирается? Нет удалили. Нет удалили на то, что восстанавливается такой намаз. Все говорят, что совершить намаз после истечения его времени, это то же самое, что завершить до наступления его времени. Что ты скажешь про человека, который совершает намаз, пока его время еще не настало? Действителен ли его намаз? Нет. Вот точно так же, если время уже ушло, его намаз точно так же не действителен. И этого придерживались многие сподвижники. Из них Абдулла Абду Масуд, из них Сальман Аль-Фариси, из них Саад Ибнаби Ваккас, из тех, кого я помню. Что намаз такой не восстанавливается и нету на это довода. А тогда что ему делать, как быть? Мы сказали, что Тауба делает. И что? И много-много старается дополнительных намазов читать. Больше дополнительных. Раватиб, Духа, Тахаджуд. Чтобы хоть как-то это закрыло эту брешь, которую он допустил. Понятно? Однако, почему я говорю, что грех возьмет, если он будет восстанавливаться? Потому что это беда. Это не передается. Подвижники так не делали. Ни от кого это не передается. Что так делать? Несмотря на то, что, уже который раз подчеркиваю, а большинство ученых сказали вот так. Поэтому суть не в большинстве. Неправильно будет сказать, мы агли-сунна следуем джумхуру. Нет, мы агли-сунна следуем доводу. Тому, как поняли это сподвижники. Бывает так, я помню, что я сказал. Бывает так, что многие ученые, большинство ученых придерживаются какого-то мнения, но это не значит, что оно правильное. Потому что правильность, оно с Кураном и сунной в понимании сподвижников. Однако большинство может быть, то есть иного мнения. Так бывает. Однако, если все ученые единогласны в каком-то вопросе, то тогда мы говорим, да, это правильно. Потому что сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, не соберется моя община вся на заблуждение. То есть, не придет она к единодушному мнению в каком-то вопросе, который является заблуждением. Такого Аллах не допустит. Об этом сообщил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Далее, в другом месте, шейху алейхи вассалям ибн Таймия говорит, «Горе молящимся, которые в молитвах своих или к молитвам своим небрежны». Говорит, «Фатава хадабил вайли лиман ясху аниссаля хатта яхрудя вактуха». Аллах пообещал, что постигнет горе тех, или погибнут те, которые небрежно относятся к своим намазам. То есть, ждут выхода времени намаза и только потом его совершают. Даже если он после истечения его времени совершает ее, Аллах сказал, такие заслуживают гибели. Горе таким сказал. «Ведь так же Всевышний Аллах в другом аяте сказал, «Фахалфа мин ба'дихим хальфун, аду'у салата, ваттаба'у сшахавати, фасавфа ялькау нагайя». Сказал, «А за ними» Сначала предыдущий аяте Аллах описывает людей, которых он облагодетельствовал, а затем говорит, «А после них, а за ними придет поколение, придут их предшественники, которые потеряли свой намаз». Ада'у ссаля, сказал, «Потеряли свой намаз». «Ваттаба'у сшахават» И последовали за своими страстями, или стали потакать своим прихотям и желанием. «Фасавфа ялькау нагайя». Такие понесут убыток, такие будут в огне, говорит Аллах в другом аяте. «Ва кацаалю ибн мас'уд ан ида'ати хафа каль». И когда ибн мас'уда спросили, «А что значит потеряли свой намаз?» Ведь Аллах сказал, придут потом поколения, которые потеряли свой намаз. Его спросили, «Что значит потерял намаз?» Он сказал, «Хуата хируха хатта яхруджавактуха». Он сказал, «Это имеются в виду те, которые откладывают его, то есть совершают его после истечения его времени, или откладывают на то время, когда оно уже проходит время намаза». «Факолю» И тогда люди сказали, «Ма кунна нара залика иля таркага». А мы считали, что потеряли свой намаз, это те, кто оставили свой намаз. На что Абдулла ибн мас'уд сказал, «Ля утаракуха лякану куффара». Если бы они его оставили, они бы неверующими стали, говорит. Они бы перестали быть верующими. Что же касается слов Всевышнего Аллаха в этом же аяте, описывая этих людей, Аллах сказал, «Потеряли свой намаз и последовали прихотям». То есть стали потакать своим желаниям. Он говорит, «Последователь своим страстям включает в себя каждого, кто использует что-либо, потакая своим страстям, что удерживает его от намаза». То есть кто считается последующим своим страстям в этом намазе? То есть какой человек считается следующим своим страстям в этом вопросе? Это тот, кого от намаза отвлекает что-либо, что бы это ни было. То, что он любит, из того, что он любит, из того, что ему нравится. Кому-то нравится футбол смотреть. Так ведь? Время намаза проходит, он не может оторваться. Кому-то нравится, может быть, книги читать. Время намаза уходит, он не может оторваться от этого. Кому-то нравится с детьми играть, кому-то нравится с женой играть, кому-то нравится еще что-то. Время намаза выходит, он что? Не может оторваться от этого. Аллах Суханна Хваталя проникал. Потеряли свой намаз, последовав своим страстям. То есть, которых их желание и прихоти от намаза отвлекли от совершения намаза вовремя. Какие-то вот то, что он любит, то, что ему любимо и так далее. И не зависит это, то, что отвлекло его от этого намаза. Запретно это. Независимо, запрещено это. То есть, возможно, его отвлекла какая-то запретная еда. Или запретный маджлис какой-то, допустим. Грубо говоря, сидит, свинину кушает. Или хорошо, ближе. И это отвлекает, вот не может он оторваться от этой хрюшки. Вот нравится это вот, больной, это пятачки любит он, допустим. Или еще что-нибудь такое, Аллах Луста. Не может оторваться. Так, что даже слышит Азан, время проходит, не может. Или что? Какое-то мероприятие запретное. День рождения кто-то празднует. Не может он оттуда встать и уйти, совершить намаз, отвлечься. Или что? Поминки. 40 дней, 7 дней. Там сколько еще дней? Там 10 дней, год. Устраивают какие-то поминки, такие мероприятия. Тоже запрещенные. Не может он уйти оттуда, чтобы намаз совершить и так далее. То есть, такого удерживает что? От намаза. Запретные вещи. Все, что он перечислил, запретно. Харам. Или говорит, какие-то питье, или какие-то отношения с кем-либо запрещенные. Или прослушивает он что-то на дискотеке. Как человек с дискотеки уйдет? То есть, человек пришел в дискотеку танцевать и скажет, ой, извините, у меня время намаза. Так ведь нет. Поэтому, если человек заботливо относится к намазу, оно его от других плохих вещей тоже отстраняет. Если человек, допустим, допускает, что можно сходить на дискотеку условно. Но что? Но он знает, что у него намаз. И он знает, что он оттуда не сможет уйти. Что он делает? Он не идет на дискотеку. В этом что? Воплощается аят. Воистину намаз удерживает от порицаемого и предсудительного. От греха удерживает тебя. То есть, если ты из совершающих намаз, твой намаз будет тебя от греховного отстранять. А если же ты, что, грешник, и не совершаешь намаз, то наоборот, твои грехи затянут тебя так, что ты даже если и совершаешь намаз, ты оставишь этот намаз. Валлаху аль-Мустафу. То есть, шейху алисаляму говорит, независимо. То есть, то, что любимо ему, то, что желанно ему из страстей и прихоти, запрещено или даже может быть дозволено. Из тех примеров, которые я привел, допустим, поиграть с детьми не дозволено. Почитать книгу. Это все дозволено ведь. Но если они тебя от намаза отстраняют, то что? Ты все равно имеешь свою долю из этого аята. Однако, то есть, переходить границы в этом, это запрещено. То есть, азан, а ты все равно сидишь, продолжаешь читать, смотреть или чем-либо заниматься. Ау-Гайра-Залик. Или подобное этому. Поэтому, тот, кто отвлекся от совершения молитвы, вовремя, своевременно, биля-абин, ау-ляхвин, ау-хадисин ма-а-асхабихи. Будь то по причине игры или развлечений, или разговора с друзьями. Ау-танадзухин фибустанихи. Или по прогулкам по парку, или там саду своему. Ау-имарати айкарихи. Или стройка его затянула. Стройку погряз. Будь то он прораб, или будь то он тот, кто кладкой занимается, не хочет, хочет доделать быстрее сегодня. Или что надо ему так далее. Строительством, говорит, человек занимается. Если его что-то из этого отвлекает. Ау-са-ин фи-ти-джаратихи. Или его стремление к торговле. Ау-гайра-Залик. Или нечто иное. Можно что угодно сюда примеры приводить и приводить. Факат адаа тилька саля. Такой человек потерял этот намаз. Если это все отвлекло, даже дозволенное отвлекло его от намаза, не говоря уже запретно. То такой человек потерял намаз. И последовал за тем, что ему любимо, что он желает, что он хочет. Поставил выше намаза. И Всевышний Аллах сказал. Я, айюха, лазина, аману, ла тульхикум амвалюкум, ва ла аулядукум анзикриллях. Вот те, которые веруют. Пусть не отвлекает вас, ваше имущество и ваши дети, от поминания Аллаха. А тот, кто это сделает, тот будет из тех, кто потерпел убыток. Тот будет из тех, кто потерпел убыток. И тот, кого отвлекло его имущество, или его ребенок. От совершения намаза, в свое время, в установленное для него время. Он также входит в этот аят. И будет из числа потерпевших убыток. Такой человек в убытке. Если что-либо его от намаза отвлекло, такой человек находится в убытке, говорит он. То есть, имеет свою долю с этого аята. Так же говорит Ибн Тайми, рахимаху Аллах. Так же передаются сборники имама-муслима от пророка, саля Аллаху, алейху вассалям. То, что он сказал. Тилька салатуль мунафиq. Тилька салатуль мунафиq. Сказал. Это молитва лицемера. Это молитва лицемера. Про что сказал. Какая молитва считается молитвой лицемера? Тот, который ждет и наблюдает за солнцем, ходит, делает какие-то свои дела, не волнует его, смотрит на солнце, пока стоит, смотрит на солнце, до тех пор, пока оно не зайдет между двух, пока оно не станет между двух рук шайтана, как описал. То есть пока не начнет садиться, пока не начнет краснеть уже, ближе к Магрибу подбираться. Когда он это увидит, быстро-быстро встает и быстро-быстро совершает, говорит, даже не совершает, а проклевывает, да, проклевывает, как в другом хадисе сказано, как петух клюет семена или как курица клюет зернышки. Быстро-быстро клюет этот намаз, совершая его. Такого пророка, саллаху алейху вассалям, сказал, что это молитва лицемера. Четыр ракат, говорит, совершает четыр ракат и поминает Всевышнего Аллаха при этом очень мало. Когда ему поминает Всевышний Аллах? У него время уже исходит, время выходит, так ведь? Посланник Аллаха в этом намазе разъяснил, что тот, кто откладывает намаз до самого конца времени, намаз аср, до самого конца времени, а затем быстро-быстро клюет его, быстро-быстро совершает, боясь опоздать, такой человек лицемером считается. А что же сказать о том, кто вообще не совершает намаз? И Всевышний Аллах сказал, горе молящимся, горе тем, кто совершает намаз. Но относятся к этому намазу небрежно. Которые занимаются показухой. Сказали ученые, обладатели знания. То есть небрежные по отношению к намазу. Те, которые откладывают его и совершают его не вовремя. Или же те, так же сюда относятся, кто допускают упущение в каких-то обязательных частях намаза. Может быть, руку не до конца стоит. Аллаху Акбар, Сами Аллаху Лиман Хамидах. Видели, наверное, такие намазы, слышали. Иногда встаешь. В Аллахе, учитывая еще мое телосложение, за некоторыми людьми читаешь намаз, давление поднимается. Клянусь, сивушним Аллахом, давление поднимается. У меня было такое. По причине чего? Вот ты встал на намаз, ты вроде только собрался читать. Учитывая то, что я не из самых смиренных людей в намазе, которые часами совершают свои намазы и так далее. Нет. Аллаху Акбар, Сами Аллаху Лиман Хамидах. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Сами Аллаху Акбар. Это был ракат. И дальше. Без преувеличения, пусть Аллаху Акбар убережет. Или же те, которые делают упущение в чем? В обязательных частях намаза. Вот вам один из примеров, как туманина, то есть соблюдение спокойствия в намазе. Есть же Всевышний Аллах относительно таких, сказал, что горе и беда таким людям, погибнут такие люди. Что же сказать о том, кто вообще намаз не совершает? Кто вообще намаз не совершает? И передается в двух достоверных сборниках от пророка, который сказал, который передал, То, что в судный день он узнает свою общину по ее признакам. Каким двум признакам? Гуррун, мухаджалюн. То, что они будут гур и мухаджалюн. Что значит гур? Так называют лошадей. И сам пророк, Салли Аллаху Алейху Ассалям, в этом хадисе сказал, когда его спросили, он говорит, я бы хотел увидеть своих братьев. И сподвижники сказали, а разве мы не братья тебе, я, Расуль Аллах? Он сказал, вы мои сподвижники. А братья это те, которые уверовали в меня, не увидев меня, которые последуют после меня. И он говорит, а как ты узнаешь их в судный день? Он говорит, а вы бы узнали лошадей, у которых белое пятно или белая звезда на лбу? Черных лошадей с белыми пятнами и с белыми кольцами на ногах. То есть, по сравнению со всеми, если все лошади, все кони, допустим, черные, а некоторые из них с белым пятном на лбу и с белыми кольцами на руках и ногах. То есть, ну, на ногах имеется в виду. Они сказали, конечно бы узнали. И пророк сказал, вот точно так же говорит, «Моя община будут гуррун мухаджалюн», подобно этим лошадям, говорит. То есть, их лица будут белые, и их руки и ноги также будут белые, подобно коням вот с белыми кольцами. Описал их так же, сказал, «Ва инна матакуну лгуррун». И Ибн Тайми говорит, «Ва инна матакуну лгуррату ваттахджилю лиман таваддау васалля». В чем причина этой белизны? Эта белизна зависит от чего? От того, вот это белое пятно и вот эти белые кольца на их руках и ногах, и пятно на лице, будет по причине омовения, которое они брали, для того, чтобы помолиться. Брали омовение и молились, говорит. «Фабьядда вачхуху бельвуду» И побелели их лица по причине омовения. «Вабьядда тьядаху вариджляху бельвуду» Побелели их руки и ноги по причине вуду. «Фасалля агарра мухаджаля» И поэтому он когда молится, молится с белым лицом, с белыми руками и ногами, то есть как признак мусульман. «Фамян лам ята вадда» А что же сказать про человека, который вуду не берет? «Валям юссалли» И не молится. «Валям якун агарра валям ухаджаля» Такой человек, не будет у него этих признаков. Он будет лишен этих признаков. «Фаля якуну алейхи сим аль мусульмин» И поэтому на нем не будет признаков мусульман, по которым можно будет отличить судный день верующих. Так же говорит Ибн Таймир «Рахимахуллах» «Ва каляс сальману аль фариси» Сказал сальман аль фариси «Иннас салата микьяль» Воистину намаз является весами. Намаз это мерила, говорит, или же весы. «Фамян вафа вуфия лаху» Тот, кто отдаст должное, ему воздастся должным образом. Тот, кто отдаст должное относительно намаза, То есть тот, кто взвесит, тот получит свое. «Ва ман тафафа, фа ка талимтум ма калаллаху фи лмутафифин» А тот же, кто обвесит или уменьшит вес, вы знаете, что Всевышний Аллах сказал об обвешивающих людях. Смотрите, сравнивает. Сальман аль фарис такое сравнение говорит. Намаз, говорит, это весы. Тот, кто все ровно, вот время намаза, ты его совершил. Время асра, ты совершил. У кого все ровно с намазом, то что? Он не обвешивающий. То есть тот, кто отдал должное, тому будет воздаянием должное, тому отдадут должное. А тот же, кто снизит вес, вот тебе надо совершить в это время, ты в другое время совершил, позже совершил и так далее. То есть как будто бы этот человек обвешивающий. То вы ведь знаете, говорит, что Всевышний Аллах сказал относительно обвешивающих. Что сказал? Горе обвешивающим сказал. И в нашей суре также сказал. И горе молящимся. То есть сделал такое сравнение, поняли, да? Сальман аль фарис. Говорит. Так же сообщается в хадисе. Инналь абда, иза акмала ссалата битухуриха, ва кираатиха, ва хушу'иха, саидат лаха бурханун, ка бурхани шамс, ватакулю хафиза каллаха, кама хафизтани. Ва иза лам юкмил тухураха, ва кираатаха, ва хушу'аха, фа иннаха туляффа, кама юляффу ссалуб, ва юдрабу биха, вачху сахибиха, ватакулю дайя'а каллаху, кама дайя'тани. Говорит, передается в хадисе, сообщается в одном из хадисов о том, что если человек совершенным образом совершал свой намаз, то есть должным образом совершал свой намаз в тахарате, читая все, что нужно читать, со смирением, то этот намаз поднимется и будет доводом за него, подобно ясному доводу, как солнце. И будет сказано ему, да сохранит тебя Аллах, подобно тому, как ты хранил меня. То есть намаз имеется в виду. Если же человек не совершал намаз должным образом, совершенным образом, в своем чтении, в своем смирении, то тогда этот намаз будет скомкан, подобно тому, как скомкают одежду перед тем, как стирать, бросить, скомкают футболку, выбросил вот так, так же. Вот точно так же приводит пример. Говорит, подобно тому, как заворачивают, сворачивают или комкают одежду, и будет она брошена ему в лицо, и скажут такому человеку, да потеряешься ты, или да погубит тебя Аллах, Да потеряет тебя Аллах, подобно тому, как ты потерял меня. Но этот хадис недостоверный. Поэтому шейху лисам, говорит, приводится такой хадис, есть такой хадис. Поэтому, говорит, если человек, даже внешне, то есть внешне совершает намаз. Мы знаем, что человек внешне совершает намаз. Однако, награду от этого намаза он получит ровно столько, в зависимости от того, насколько присутствовало его сердце в этом намазе. То есть два человека, представьте, один весь намаз продумал про какой-то сериал. Что там дальше, интересно будет, что случится с этим актером, и так далее. И проснулся только когда что? Когда имам Ассаляму Алейкум сказал, он тоже повторил. Внешне, если на них посмотреть, оба делают одни и те же движения. Оба уходили в руку, ровное количество ракаат прочитали оба. Однако, награда за намаз между первым и вторым, подобно что? Разница между первым и вторым, подобно расстоянию между землей и небесами. Поэтому Ибн Таимии говорит, бывает так, что человек внешне совершает намаз. Тебе кажется, да, все он намаз совершил. Внешне ты не видишь разницы, однако он не получает награды. А награда его зависит от того, насколько присутствовало в этом намазе его сердце. Подобно тому, как этот хадис приводится в сунан имама Абу-Дауда. И у других также. Смотрите, пророк салаллаху алейху вассалям описал категорию людей. Сказал, человек завершает свой намаз. Вот представьте, мы все стоим в мечети, в одном ряду. И насколько большая разница между нами. Пророк салаллаху алейху вассалям говорит, человек завершает свой намаз. Все мы дали салям, завершили свой намаз. Однако записывается, кому-то из намаза было записано илля нисфуга, только пол намаза. Илля сулухсага, кому-то только треть. Илля рубуга, кому-то четверть только его намаза было записано. Илля хумсуга, кому-то пятая часть, кому-то шестая, седьмая, восьмая, девятая. Кому-то что? Илля ушруга сказал. А кому-то только одна десятая. Кому-то только одна десятая часть намаза была записана, как об этом сказал пророк, а чего зависит? От искренности, от следования сунни пророку, от смиренности в этом намазе, несмотря на то, что внешне все одинаковые, однако внутри разные, и награды поэтому разные, если условно так сказать, допустим, 100% награды можно взять за намаз, кто-то уходит с 10%, кто-то с 20%, кто-то с 50% и так далее. И сказал Абдулла ибн Аббас, да будет довольна Аллах им и его отцом, доля твоего намаза такова, сколько ты размышлял в нем. Или же нет тебе от твоего намаза ничего, кроме того, в чем присутствовало твое сердце, кроме того, что было совершено тобой осознанно, если так можно сказать, кроме того, что было совершено тобой осознанно. Если ты от первого до третьего ракаата продумал про что-либо, про торговлю свою, еще про что-то, в четвертом ракаате очнулся и начал размышлять над тем, что ты произносишь из зикров, мольб и поминания Всевышнего Аллаха, и сур, которые ты читаешь из Кур'ана, то значит вот тебе что, ровно столько, насколько ты очнулся. Как об этом сказал Абдулла ибн Аббас. Говорит имам ибн Аббас, комментируя эту сур, Ибн Аббас и другие сказали, речь идет о лицемерах. Которые молятся, когда они с людьми, когда их видят, однако что, когда их не видят, не молятся, когда их не видят, не молятся. Если он с братьями, он встает, совершает намаз вместе с братьями, все делает, а если он остался дома один, все, занимается своими делами, намаз его не волнует. Если родители дома, да, совершая намаз, папа, давай сходим в мечеть, мы же услышали азан, давай сходим. Если родителей дома нет, все, халас. Планшет же в руках, зачем намаз совершать, так же? Один из тавсиров, то есть совершает, что лицемер, лицемерят, лицемерят, показывают, как будто бы они верующие, как будто бы они заботятся о своих намазах, как будто бы они не пренебрегают своими намазами при людях. А когда наедине, нет у них намаза. Ибн Аббас растолковал, что это Таят вот про таких людей сказал. Насколько людей в наше время эту короткую суру заучили, знают. Если ты им скажешь, прочитай, он прочитает, скажет. Горе молящимся, которые в намазах своих небрежны, однако сам не понимает, что он первый из тех, к кому относится этот аят. Что он тот, про кого Аллах Субханаху Атали это говорит. Ведь именно поэтому Аллах сказал, мы не говорим, что те, которые полностью оставили намаз. Нет, они совершают намаз, когда люди видят, когда родители видят, когда братья рядом. Когда шейхи смотрят и так далее. То есть, они совершают намаз. Они обязали себя этим намазом. Однако они в нем или по отношению к нему сахун. Что значит сахун? Небрежны. Либо о них, Ибн Гафир говорит, либо в аяте говорится о них. Или говорится о тех, кто не совершает его полностью, как сказал Ибн Аббас. То есть, не совершает вообще. То есть, тот, кто, либо, когда его не видят, вообще не совершает намаз. Либо что? Совершает, но не вовремя. Не в то время, которое предписал ему шариат для совершения намаза. Либо о них идет речь, говорит. И такой человек, смотрите. В аяте речь идет либо о тех, кто. Во-первых, мы говорим, речь идет о молящихся людях. Мы не говорим о тех, кто вообще оставил намаз. О них Ибн Асхуд сказал. Мы сказали его слова. Мы говорим о тех, кто совершает намаз. Хорошо. Далее ученые разногласят. Говорят, либо речь идет о тех, кто. Когда его не видят, оставляет намаз полностью. Вообще не читает. Либо, когда его не видят, что? Он не вовремя совершает намаз. Время проходит, он только потом начинает его совершать. Либо, то есть, пока время полностью не выйдет. Как об этом сказали. Или же он совершает его не в начале его времени. Не в лучшее его время. А когда до последнего затягивает. Есть люди, положение которых по отношению к намазу таково, что ты всегда видишь, каждый день, каждый намаз, у него что? Десять минут осталось. Пять минут осталось. И вот всегда так, субханула. Брат намаз читал. Нет, брат десять минут. Да, уже и бежит. Вот его всегда вот так. Он за время не выходит. Но все его намазы совершены вот-вот, как говорится, на грани фола. Вот уже все. Либо вот о них идет речь. Что большинство его намазов, все его намазы, или большинство его намазов уже в конце времени. Когда вот уже все, красная лампа моргать начинает. Или же речь идет о тех, кто Тот, те, кто не совершает их, соблюдая все столпы, или все условия, или не совершает так, как приказано его совершать. То есть, другая категория людей. Мы сказали, первые вообще оставили, вторые оставили вовремя, третьи вовремя совершают, но уже в конце времени. Либо те, которые совершают и небрежно по отношению к своим намазам. Каким образом? Он может стать и без тахарата прочитать. Допустим, ну ладно, совершил же, совершил, главное, что не важно. Или этот тахарат, не как, не должным образом взять тахарат. Несмотря на то, что пророк сказал, тщательно берите воду. Он быстренько помочил здесь, помочил здесь и так далее. Никто же не видит. Бисмилля встал, прочитал. Или думает о чем-либо во время намаза. То есть, не так, как велено было совершить намаз. Или что? Особо не заморачивается. Встал, ладно, в эту сторону прочитаю. Какая разница? Не в ту сторону прочитал намаз. Ему говорю, брат, ты же мог спросить? Просто голову подними, смотри, на потолке кружочек, где стрелочкой показано кибла. Почему ты не сделал? Вообще, абсолютно в другую сторону прочитал. Не знаю. Так, небрежно. Он даже не заморочился посмотреть. Говорит, перечитывай, брат, свой намаз. Перечитывай. Если же человек реально постарался узнать, где кибла. И проявил и чтихат, что да, скорее всего она вот там. А потом оказалось, что она не там, здесь не надо перечитывать. Он постарался. А человек, который небрежно относится, да неважно. Какая разница вообще? Кибла, не кибла, Аллах же все бы знает, все принимает. И так далее. Вот по отношению к таким людям. Или к тахарату так относятся. Или к другим условиям намаза. И то, что является столпом намаза. Или обязательной вещью в намазе. Небрежно он к этому. Речь, возможно, идет о них. О них Аллах смотри. Он помолился. Он и читал молящихся. Либо, говорит Ибн Кафир. Говорит, либо речь о тех, кто, у кого отсутствует смирение. Или он не размышляет над тем, что он произносит и читает в намазе. Все это относится ко всем вышеперечисленным категориям людей. Каждый, кто описан чем-либо из того, что было перечислено, у него есть доля из этого аята. То есть, этот аят касается его тоже. Смотря настолько, насколько он собрал в себе вот этих качеств. А тот, кто описал в себе все и к столпам небрежен, к условиям небрежен, и не задумывается, и не смирезнен, и вовремя не читает. Если читает в самое последнее время, а иногда и вовсе оставляет и так далее. Кто в себе все вот это собрал, то он, то этот аят только про него. Этот аят именно про него и не про кого иного. Мафхом? Тот, кто все вот эти качества в себе собрал. И он воплотил в себе вот это лицемерие в делах. Потому что нифак бывает нифак. Амали бывает нифак. Какой? Нифак двух видов бывает. Как и куфор. Большой и малый. Ширк большой и малый. Какой? Иртикадий. Запомните, лицемерие, если рассматривать в свете текстов Кур'ана и Сунны, бывает амали, то есть лицемерие в делах. Иртикадий. Бывает иртикадий. Лицемерие именно в убеждениях, то есть сердце человека. Лицемерие в сердце, как у мунафиков. Они говорят, мы верим в Аллаха, сами не верили в Аллаха. А бывает, что человек верит в Аллаха. Но его дела, дела тех, кто не верит в Аллаха. Дела лицемеров. Вот это тоже нифак, но это нифак амали. Нифак иртикадий. Перестает человек быть мусульманином. Не считается такой человек мусульманином. Тот же, у кого лицемерие в делах, собрал себе качество лицемеров в делах, то что он мусульманин. Но, как мы сказали, на грани фола. Описал себя делами лицемеров. Это обязательно должно быть исправлено. Так же имам Ас-Са'ади сказал. Ас-сахву анис-саля, хуа ладзи ястахику сахибуху дзамма валлаум. Ва амма ас-сахву фи ссаля, фа хааза якауу мин кулли ахад, хатта минаннабии саллаллаху алейху ассалям. Такой важный, интересный момент. Он говорит, беспечность относительно намаза, или же пренебрежение к намазу, это то, за что заслуживает человек порицания и упрека. Если человек пренебрежительно относится к намазу, беспечен к своему намазу, за это он заслуживает упрека, порицания. Однако, небрежность в намазе, или ошибка по отношению к намазу, небрежность, и небрежность в намазе, или же ошибка, оплошность в намазе, это в это, говорит, падает каждый. И даже пророк саллаллаху алейху ассалям. то есть допускал ошибку в намазе имеется ввиду, да, внутри намаза что-то забыл, отвлекся и так далее, это бывает с каждым даже с пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, вы знаете хадис Зулья Дайна, допустим, хадис человека, который называется Зулья Дайн по причине его длинных рук, когда он сказал намаз стал короче, а Расуль Аллах когда пророк, саллиллаху алейхи то есть тут со стороны арабского языка лучше понимать, то есть мы же говорим о чем? о саху саху ан ассаля, ан ассаля имеется ввиду, переводится как пренебрежение к намазу то есть халатное отношение к намазу а ассаху фиссаля то есть имеется, да переводим уже как ошибка или оплошность какая-то в намазе она допустима, ее допускают однако пренебрежение к намазу, халатность к намазу, безразличие к намазу это недопустимо, мафхом Сказано у нас в следующем аяте Те, которые занимаются чем? Показухой Юраун от слова рья Сказал имам от табари Те, которые занимаются показухой То есть те, которые занимаются показухой Перед людьми в своих намазах Когда совершают его В чем причина этого? Потому что они не совершают намаз Желая награды Всевышний Аллах И их намаз Не делают они это страшась Наказание Всевышнего Аллаха Однако делают они это только для того Чтобы верующие увидели это Что они совершают намаз И посчитали, что они из их числа Лицемеры Чтобы посчитали, что из их числа И чтобы не покушались на их кровь То есть не проливали их крови Не покушались на них И не пленили их слабых То есть жены детей Речь идет, говорит, в этих аятах Про мунафиков Про мунафиков, которые были Во время пророка Во которых нефаак и атикади Которые проявляли Когда мусульмане были слабы Они насмехались над ними Когда ислам приобрел силу Мусульмане стали сильными Они что? Скали Если мы с вами Мы с верующими Мы с верующими Мы с верующими Я стоптинуна халь куфр Во изхирун аль ислам Имам Ат-Табари Говорит, которые скрывают свое неверие И явно показывают ислам То есть он говорит, что в аяте Речь идет о мунафиках То есть которые Лишь показывают Имеется в виду Те, которые показывают людям Что они молятся На самом деле, что нет В Акалибн-Таймии Также имам Ат-Таймии сказал Намерение Ния Это то, что скрывает Человек в своей душе Это то, что скрыто Внутри человека Намерение Если его цель Достичь Лика Его высочайшего Господа Он заслуживает награду Если его намерение Если же цель Показать людям Только лишь Свой намаз Или вообще Деяние В общем То такой человек Заслуживает Наказание Как сказал Всевышний Аллах Горе молящимся Горе Горе молящимся Которые Небрежны к своим намазам Которые занимаются Показухой Вакаль Также Аллах Сказал Когда они стоят На намаз Стоят ленивыми Только лишь Напоказ людям Также Хадис от Абу Хурайры В достоверном Передается Относительно Трех Категорий Людей Которые Первыми Разожгут Адский огонь Кто это был? Первый из них Тот который Приобретал знания И доносил Это знание Распространял Это знание Обучался И обучал людей Но для чего? Для того Чтобы сказали Ученый Чтец Для того Чтобы сказали Для этого Тот который Вторая группа людей Который сражался Делал хорошее дело Однако Что намерение Испортило его дело Он это делал Для того Чтобы сказали Храбрец Смельчак Тот который Тот который Давал милостыню Для того Чтобы сказали Видите Для того Чтобы увидели Люди Узнали Люди Услышали Люди Для того Чтобы прославиться Чем-то Среди людей Своим знанием Своей щедростью Своей смелостью Вот для этого Для того Чтобы он Это делал У нас есть Смотрите Лиллях Аллах говорит Куль инна салати Ванусуки Вамахьяя Вамамати Лилляхи Раббил алямин Скажи Моя жизнь Моя смерть Моя молитва Моя молитва Моя жертвоприношение Лилляхи Аллаху Для Аллаха Он ее заслуживает Раббил алямин Господь миров Вот так должно быть А у них Совершал намаз Давал Садака Сражался Лиюкаль Сказано Для того Чтобы сказали Для того Чтобы похвалили Для того Чтобы заметили Для того Чтобы услышали Для того Чтобы узнали Все это что Негоже Такое намерение Давал Чтобы сказали Великодушный Щедрый Целью этих людей Трех категорий людей Которые описаны В хадисе И сказано В хадисе Что именно Ими Первыми Будет разожжен Адский огонь Поэтому Как один из Арабских поэтов Скал Аль алиму Би альмихи Лам ямален Муаззабун Мин кабли Уббадил Уасан Алим Который не совершал Деяния В соответствии С своим знанием То есть Не был искренен В этом Будет наказан Даже раньше Поклоняющимся Идолам Раньше Конечно же Не больше И не раньше Быстрее Потому что В хадисе Сказано Что ими первыми Будет разожжен огонь Воистину Целью Этих людей Была Похвала Людей В их адрес Чтобы люди Возвеличивали Их уважали Чтобы у них Была Какая-то Степень Перед людьми Чтобы про них Говорили Что проникали О Толибуль Ильм Шейх Устаз Мухаджир Этот брат Мухаджир Машаллах Или что Этот брат Хаджи Этот брат Умру делает Каждый месяц Это Для того Чтобы говорили Вот цель Какая То что Если он Это делал Люди Не преследовали Своими действиями Этими Лик Несмотря на то Что внешне Их дела Считались Хорошими делами То есть Внешне Они выглядели Как Благие дела Праведные дела Такие люди Когда получат Расчет Когда таких Людей Рассчитают Они будут Из тех Кто заслуживает Наказания Несмотря на то Что внешне Их дела Были хорошими Казались Как об этом Сказано в хадисе Тот кто Приобретает Знания Изучает Религию Слушает Уроки Посещает Эти уроки Сидит Вместе С братьями На собраниях Ездит На дауры И так далее Кто Все Это Делает Чтобы Затем Соперничать С учеными Или же Спорить С братьями Туляб И так далее Чтобы соперничать С учеными Или же Перепираться С глупцами Сажать на место Не вешет Если другими словами Сказать Что я сейчас Вот это узнаю И любому Смогу сказать Ты хоть на арабском Вот это Аят 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 Знаешь Заучивает Куран Для того Чтобы потом Сказать А ты Вот эту Суру Хотя бы Знаешь Или Заучивает Арабский Для того Чтобы потом Он мог Сказать Брат А сделай Араб Вот этого Простого Предложения Не можешь Иди И вот Если Вот эта Цель Чтобы Соперничать С учеными Чтобы Спорить С глупцами Или Чтобы Лица Людей Были Направлены К нему Сажали Его На почетное Место Обращались К нему И так Далее И так Далее Если Человек Все Это Делает С такими Намерениями Пророк Салаллаху Алейхи Вассалям Сказал То Из его Дел Ему Достанется Только Лишь Огонь Или В другом Хадисе Сказали Огонь Огонь В другом Хадисе Сказали Тот Кто Приобретает Знания Тот Кто Изучает Или Приобретает То Знание Которое Должно Изучаться И Постигаться Только Ради Лика Аллаха Что Это Знание Шариат Знание Религии Тот Кто Приобретает И делает Это Только Для Того Чтобы Осуществить Свои Мирские Цели Какие Либо То Такой Человек Даже Не Почувствует Запах Рая Вместе С тем Что Запах Рая Будет Чувствоваться На протяжении Пятиста Лет На расстоянии Пятиста Лет Бывает Ты Еще До Дома До Двери Не Дошел Уже Чувствуешь Чем Вкус Пахнет Также У Тебя Из Квартиры Или У Тебя Из Дома Бывает же Так А Вот Точно Так же Здесь Однако Только Ты Не Метр Два От Двери Своей Стоишь А 500 На расстоянии 500 То есть Настолько Просим Аллах Субхан Хуаталя Рая Вафель Джумля Как Итог Говорит Шейх Улисслям Сердце Это Самое Главное Сердце Сердце Является Царем Остальных Органов Тела Или же Владыкой Остальных Органов Тела А Остальные Органы Всего Лишь Его Армия Которую Он Управляет Сердце Если Будет Хорош Царь То Его Армия Также Будет Прекрасна Если Царь Будет Скверным Таким Будет Его Армия Его Войско Или же Подобное Сообщается В Хадисе От Нумана Ибн Башира Хадис Согласован Что Значит Согласован Бухари Муслим Его Приводит Мутафа О Набия О О Что Пророк До Был Совет Ив Аллах Приветствую Сказал В теле Человека Есть Кусочек Кусочек Мяза Кусочек Плоти Если Он Будет Праведным Исправным То Исправится Все Остальное Тело Сказал А если Он Будет Испорчен Испортится Все Деяния Все Дела Все Остальное Тело И Пророк Сказал Это Сердце В Последнем Аяте Этой Суры Аллах Субханаху Атали Говорит И Удерживают Маун Мы сказали Даже Какие-то Мелочи Сейчас Мы подробно Скажем Что Такое Маун И Удерживают Даже Мелочи И Лишают Людей Даже Какой-то Легковесной Вещи Сказал Имам Аль-Багави Передается Это Абдулла 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 Что такое Маун Это Арабское Слово Он Сказал Это Топор Ведро Или Кастрюля И Нечто Подобное Этому Сказал То есть Как Пример Привел Это Не Значит Что Это Только Топор Ведро И Кастрюля Ложка Вилка То есть Подобные Вещи Подобные Вещи Точно Так Ж Сказал Что Касается Муджахида Таби'ин Ученик Абдулла Он Сказал Это Вещь Которую Одалживают То есть Вещь Которую Дают В долг Или На Временное Пользование Какая-то Вещь Которая Дается На Временное Пользование Маун Так же Вакали Аикрима Аикрима Скал Аляха Закат Маруфа Ва Аднаха Арият Мата Скал Под Маун Может Подразумеваться Разное Кто-то Скал Это Воды Дать Попить Воды Так же Есть Алифов Аикрима Сказал Что Маун Имеется Ввиду Говорит Самое Важное Или Самое Великое Из этого Это Закат Известный Закат То есть Один из Тафсиров И не Выплачивают Закат То есть И не Дают Заката Один из Тафсиров Так же Говорит Самое Важное Самое Великое То что Относится К Маун Это Закат Самое Маленькое Говорит Это Что Арият Уль Мата Дать Одолжить Человеку Что-то Из Твоего Имущества Что-то Легкое Гвоздь Ползкогубцы Дать И так Далее Там Подобное То есть От этого До этого Может быть Что угодно То есть То что Может принести Пользу людям И дать тебе Это абсолютно Никакого Труда Не Составляет Это Слова Имама Аль-Бахов Сказал Имам Ибн Аль-Каим Было Высказано Относительно Слов И лишают Аль-Мауна Лишают Людей Маун Что это Либо Кастрюля Либо Топор Либо Какая-то Миска Блюдо Какая-то Тарелка В арабском Языке Называют Все Какое-то Имя В которое Можно Отнести Какое-то Название Чего-либо Что Приносит Пользу Чем Как-то Пользуются Люди Что Можно Как-то Использовать И Некоторые Салифы Некоторые Из числа Праведных Пришественников Приводили Эти Примеры Приводили Эти Примеры Для того Чтобы Показать Что Начиная С низкого До высокого Что Начиная С ложки Или Коробка Спичек Условно До Заката Что Даже Закат Может Ходить Маун Что Говорит Если Аллах Субханаху Аталя Пообещал Сказал Беда Настигнет Или Гибель Для тех Кто лишает Людей Даже Этого Чего-то Маленького Что Что же Сказать О тех Кто лишает Людей Нечто Большего В чем Людей Нужда У людей Больше Если Человек Будет Спрошен Перед Всевышним Аллахом За Его Благодарность Даже За Прохладную Воду Так Что Сказать О том Чем Он Пользуется Из Того Что Больше Блага Для Него Сказал Имам Ибн Касир В толковании Этого Аята Какого Аята Сказал Икрима Русуль Маун Закат Маль Говорит К Маун Максимум Что мы можем Отнести К Маун Это Закат Из Имущества А Самое Маленькое Что Также Мы можем Отнести К Маун К тому Что Людям Пользу Приносят Это Либо Сито Либо Ведро Либо Иголка Говорит Руах Ибн Аби Хатим И вот То Что Описал То Как Описал Икрима То Какое Определение Он Дал Слову Маун Говорит Это Хорошее Определение Все То Что Пользу Людям Приносит Начиная С заката С имущества Заканчивая Какой-то Иголочкой Или Ситом Или Чем-то Таким Простым Плоскогубцы Отвертки Не знаю Что Еще Перфоратор То Оно Включает Себя Все Говорит И все Все Вот Эти Вещи Несмотря На Разнообразие Одни Салифы Одно Упомянули Второе Другое Одни Один Пример Привели Из того Что Люди Все Это Возвращается Можно Вернуть К одному Слову Назвать Это Маун Маун Что Значит Ямнаун Альмаун Когда Ты Оставляешь Когда Ты Оставляешь Без Помощи Или Как Схать Ваху Атаркуль Муавана Когда Ты Оставляешь Проявление Помощи Будь то Чем-то Полезным Или Будь то Имуществом У тебя Лежит Ты его Не будешь Спользовать Грубо говоря Там Дирхом У тебя Лежит И кто-то Говорит Брат Мне Дирхом Не хватает Дай Пожалуйста Одного Не хватает Ты Знаешь Что У тебя В кармане Дирхом Брат Не могу Друг Пригодится Друг Он У тебя Потеряется По пути Сто процентов В твоем Дырям В кармане Но Нет Все равно Вот он То есть Настолько Человек Сабханул Или Чем-то Полезным Тебе Не тяжело Ты Едешь По пути Тебе По пути Человек Подкинешь Нет Не Подкину Малый Друг Сидение Машина Протрет Быстрее Даже Раньше Времени Срока И так Далее Ты едешь Нет То есть Все это Относится Такой человек Ямнаун Аль-Маун Лишает Людей Чего Мауна Того В чем Польза Для него Поэтому Мухаммад Ибн Акаб Сказал И лишают Мауна Всего Благого Мауруф Имеется Ввиду Именно Поэтому В хадисе Сказано Все Благое Считается Садака Все Что Ты Какое Благо Можешь Оказать Кому Чем Хоть Чем Все Это Будет Тебе Как Садака Записано В завершении Так же Слова Ибн Кафир Он Сказал И лишают Людей Мауна Чего То Даже Мелкого Или Того Что Приносит Им Пользу Истолковал Следующий Моб Он Сказал То Смотрите Как Описаны Те Кто Счел Ложью Воздаяния Чем Описаны Люди То есть Каково Описание Людей Которые Проявили Неверие В судный День Ибн Кафир Они Как В поклонении Своему Господу Не совершают Должным Образом Нормальным Где это Проявили В намазе Описал Так и даже По отношению К людям Ни к Аллаху Ни к людям От них Пользы нет От неверующих То есть И к людям Они тоже Лишают Даже мелкого Людей Не побуждают Кормить Сироту Лишают Даже мелочи Что касается Аллаха К нему Точно Так же К молитвам Небрежные И так далее То есть Совместили В себе Упущение По отношению К Господу И поклонению Ему Так же Упущение По отношению К творениям Этого Господа По отношению К людям Даже Чтобы дать Одолжить Что-то Что принесет Пользу И то Чем Можно Помочь Вместе С тем С тем Что Он Это Не Испортит Она У него Останется И вернет Он ему Это Так ведь То есть Он знает Что Если ты Дашь кому-то Отвертку Ну что С этой Отверткой Будет Субханалла Так же Нет Он все равно Не дает То есть До такой Степени У неверующих Людей Что Достигла Вот эта Жадность Скупость И алчность Что он Даже ту вещь Которую Невозможно Никак Сломать Или невозможно Даже ее Жалеет И к огромному Сожалению Мы говорим Про неверующих Мы говорим О тех О ком Аллах Скал А к огромному Сожалению В наше время Тема Описаны Те Которые Говорят Что Я верую В Аллах И посланника А затем Когда ему Что-то Просишь Или что-то Говоришь Он что Ну нет Не могу Ну я занят Ну у меня То у меня Все И так далее Не говоря Уже о том Чтобы самим Проявить Инициативу И спросить Брат Может тебе Что-то Надо Мы уже Об этом Вообще Молчим Нам бы Хотя бы Вот из признаков Лицемеров Бы выйти Не быть Описанными Тем Что Не говорю О том Чтобы самому Проявлять Инициативу Спросить Поинтересоваться И так далее Есть и говорит Они лишают Людей Того Что абсолютно Им не навредит А другому Может принести Пользу И ни от них Не убудет И так далее Эта вещь Не испортится И будет им Возвращена Если даже Они этого лишают То что же Сказать тогда О вопросах Заката Или о вопросах Еще каких-либо Приближений От этого Они все дальше И дальше будут То есть Тем более Тем более В этом У них будет У них будет Упущение Говорит Ибн Кафир Рахима Аллаху Давайте На этом Сегодня остановимся Относительно Этой суры И на следующем Уроке Зачитаем Полезные Выводы Суры Аллаху Субханакаллахума Бихамдик Ашхаду Анла Илла Ант Астагфирух Авату Иллик Чезакум Аллах